Всем привет, с вами Фантом и в этом ролике я расскажу вам про один таинственный случай. Небольшой городок на юге Испании Бельмес стал знаменит всего несколько десятилетий назад. И славится он далеко не своими замками, музеями или соборами. Единственная достопримечательность Бельмеса это обычный испанский дом, на полу которого однажды вдруг стали появляться лица. Впервые новость о паранормальном явлении появилась в местной газете в 1971 году. Мария Гомас Камара обнаружила на полу своей кухни пятно, напоминающее человеческое лицо. Спустя пять дней она попросила сына и мужа, чтобы они удалили пятно, но лицо вновь проявилось. Вскоре к нему добавились и другие. Прежде чем начать рассказ, я посоветую вам канал Неоритовка. Там вас ожидают интересные ролики по самым разным играм, конкурсы и многое другое. Если на парня в ближайшие дни подпишется тысяча человек, он разыграет среди зрителей Galaxy Note 4. Если же нет, то разобьет его и снимет это на видео. Такой уж спор. Ссылка на канал под роликом. А мы перейдем к рассказу о лицах Бельмеса. Поехали! Лица Бельмеса один из самых загадочных паранормальных феноменов 20 века. Первое сообщение о том, что на полу кухни собственного дома появилось лицо человека, поступило от Марии Гомес Камара 23 августа 1971 года. Ее муж Хуан Перейра вместе с сыном в тот день уничтожили изображение, разбив киркой цементный пол, а позже постелив на его место новый. Но на этом история не закончилась. Через какое-то время лицо вновь появилось на полу. Бельмес, 23 июля 1973 года, в 18 часов 30 минут. Антонио Паласио Луки, нотариус из Гренадской коллегии адвокатов, оказывается в доме номер 5 по улице Родригеса Акоста в Бельмесе. Вызвал его профессор Хермен де Аргумас. Его задача – опечатать в его присутствии дверь на кухню. Эта дверь запечатана посредством проволоки, проходящей через металлические шайбы. Для большей надежности поверх помещена белая картонка с официальной печатью нотариальной конторы и росписью сеньора Паласио. Затем, убедившись, что дверь помещения действительно заперта при помощи пластмассовой пластины, он навешивает на петли замок. Это был первый в Испании случай, когда нотариус применил свои полномочия в отношении сверхъестественного явления. Экстраординарное решение было вызвано шумной кампанией, которую развязала испанская пресса, вылившаяся в настоящую травлю. По призыву самых рьяных критиков, газеты начали публиковать статьи против Бельмеса, против его жителей и против загадочных ликов. С тревоженной создавшейся ситуацией философ и гуманист Херман Д'Аргумоса, вместе с известным немецким парапсихологом Гансом Бендером и съемочной группой немецкого телевидения, потребовали присутствия нотариуса для опечатывания помещения на три месяца. Спустя долгие годы, 30 мая 1997 года, Антонио Паласио Луки, преуспевающий нотариус, который некогда опечатал дом ликов, подтвердил перед журналистами подлинность загадочного происшествия. Я надежно опечатал кухню Марии Гомес и запротоколировал это при помощи еще одного нотариуса и ученых. Через три месяца печать была снята, и клянусь вам, я увидел, что фигуры за это время изменились. Я не знаю такой техники живописи, которую могли бы применить для создания этих изображений. Оставаясь в закрытой кухне, лики изменились. За эти три месяца, по-моему, никто не мог проникнуть туда до тех самых пор, пока я лично не снял печать. Я могу сказать со всей уверенностью, что это не была мистификация. Это паранормальное явление, и у меня в этом нет никаких сомнений. Никогда еще нотариус не удостоверял столь пылким образом про психологическое явление. Самым удивительным было то, что за три месяца, пока кухня была заперта и опечатана, изменился ракурс некоторых изображений. Одна голова развернулась на 180 градусов. Увидев это, нотариус в ужасе покинул кухню. Вскоре о доме, в котором появляются таинственные изображения, узнали многие в округе и по всей стране. На Пасху 1972 года сотни людей приехали сюда. Приехали, чтобы лично увидеть загадочные изображения на полу. В течение следующих 30 лет феномен не исчез. Супруги Перейра заявляли, что лица продолжали периодически появляться. Иногда это была женщина, иногда мужчина. Каждый раз изображения были различные формы, размеров и с разным выражением лиц. Многие жители города Бельмес уверены, что изображения на полу дома не являются результатом труда человека. После того, как явление получило широкую огласку, исследователи с разных уголков планеты принялись за изучение этого странного феномена. Вскоре выяснилось, что на месте дома раньше располагалось кладбище. После этого у владельцев было взято разрешение и исследователи принялись вскрывать пол. Их удивлению не было предела, потому что вскоре они обнаружили под ним останки людей. Останки были перезахоронены, а хозяева принялись стелить новый пол. Но не прошло и двух недель, как все ремонтные работы были закончены. В тот момент, когда на полу вновь появились изображения. Одним из них был уже совершенно другой мужчина. Также на полу появилось лицо женщины. После этого пол снимали еще несколько раз. Но лица вновь и вновь возвращались. Хозяева также пытались отмыть пол с применением сильных моющих средств. Но кроме того, что выражения лиц на полу менялись, а глаза расширялись, ничего не происходило. В рамках исследований образцы цементной плиты были доставлены в Институт керамики и стекла Испании. Доставлены они были для анализа, который не подтвердил наличие краски или красителей в образце. Некоторые исследователи полагают, что изображения были мыслиграфическими по своей природе. Это означает, что лица на полу являлись психокинетическим явлением. При котором человек-агент сознательно или подсознательно проецирует изображение на пол. В этом случае человеком-агентом была Мария Перейра. В поддержку этой гипотезы было отмечено, что мимика из образов на полу часто имитировала эмоции Марии. А активность появления новых изображений шла на убыль, если хозяйка уезжала далеко от дома. Мария Гомес умерла в феврале 2004 года в возрасте 85 лет. А ее дом был выставлен на продажу от имени неизвестного лица. Многие были уверены, что этот феномен прекратился с момента ее смерти. Но исследование после ее кончины показало, что лица все еще продолжают появляться. Продолжают появляться и передвигаться по полу. До сих пор парапсихологи уверены, что это явление стало самым важным паранормальным манильвейм 20 века. Так как было многократно задокументировано и зафиксировано на видео и фототехнику. На этом ролик подходит к концу. Советую вам не пытаться разглядеть в пятнах на полу своей квартиры чьи-то лица. Так живется поспокойнее. А с вами был Фантом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok